Привет, друзья! Мы в галерее Краковской, в фудкорте. И смотрите Макдональдс. Наталка. И все-таки это сбылось. Мы решили, точнее Наташа решила пробовать Макдональдс. Это чисто... Я это... Больше в Кракове. 6,90. 6,90. Ждем заказики. Помним там где-то мы лапшу ели. Ну, у нас есть видео про еду в Краково. Да. Но мы ее не рекомендуем. Не лапша, не персонал вообще не заслуживает вашего внимания. Лапша, не люди. Да. А тут такой большой фудкортик. Нет, на вид так, подожди. Люди как в общем. Просто огромный фудкор. Со всякими и КФЦшка есть. И такие другие. Вот Subway, другие бренды, которые просто, ну... Наверное, где-то есть только в Польше, где-то есть в Суме. О, а вот домашняя кухня. Без тропы, где домашняя кухня? Вот, польская кухня домашняя. Дайте-ка подсниму сейчас. Давайте посмотрим с вами, что тут есть. Ого! Тут вообще прям красота. Вот, Сумя, 14 злотых. Ну, это даже дороже, чем мы там с вами поели, когда приехали с Киева, с Пшемыслия. Прям были голодные. О, ну, даже такая тарелочка есть. Да, смотрите, он все наплаживает. Тарелка здесь такая, как всегда, керамическая. Ну, такое же все есть. Салатик. Ну, сейчас давайте подойдем, посмотрим. Давайте обгоним сейчас, ребят. Я вам покажу вам, какие салаты есть. Понятно. Ну, красота. Всякие, софи и компоты. И Наталка ждущая, дождалась, дождалась уже. Просто круто. Что? Нормально, оно стоит. А я там не маю. Я как должна понять, что у нас тут, да? Поняла, да? Ну, никак. Забираем. Ну, пошли. Все, идем искать место где-то. Так, чекай, тут есть это? Это чип-бургер. Давайте распаковочка сразу сейчас. Нет, идем, идем. Эмиратах. Идем на этот. Иди, я за тобой иду и показываю заодно. Прикольненький такой футбол. Но очень много, конечно. А идем прямо. Иди сюда, Наташа. Так что там вроде место заметила, что там было не так много людей. Не хочешь, да? Чуть классное место было. А, там? Ну, давай, ладно. Наташа хочет просто вот, ну, посидеть на открытом месте. Я поняла. Все, я напротив. Сажусь тогда. Это эпично. У меня справедливое возмущение. На этабло нифига не светится. Я смотрю, пакетик стоит. Это как я должна? Ну, ты догадалась, ты молодец. Раз они с камерой блогеры, они должны догадываться. У меня кажется... Как шумно здесь, классно. Народ просто гудит. Пятница вечер. И все вышли, все вышли погулять, покушать. Запах. Альфакторный какой-то. Итак, сейчас будет проба. Ты же ела в Украине, ела в Эмиратах. Сейчас будем сравнивать. Ну, повезло у нас. Подожди, стой, 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 а слабеточка у тебя есть? Блин, ну, шо ж ты меня? Вот, давай слабеточка. Сейчас, не дай бог, грязными руками. Завтра у нас вылет. Ну, не дай бог просидишь в туалете, и это будет проблема с вылетом. Кстати, ну, реально, народ, особенно если вы где-то вылетаете в путешествиях. Вылетаете в путешествиях? Все-таки мало ли где. Где мы там руками? Так, что в кроссовке мы ходили, взяли кроссовки. Перетробовали все кроссовки. Свою умную систему прокачиваете. Так, давай, так, сюда, все сюда. Это будет, это, вскрытие. Вскрытие, да, давайте посмотрим еще состоит чизбургер. Это одна котлетка, тут должна быть сырок и что-то еще. Как клетка. Как клетка, по-моему, с чесночком. Оно еще раз, пожалуйста. Нет, это лук, я кисночком, ты что-то снова. Я уже увидела сырок, увидела один огурчик. Подожди, а, ну, еще раз. Один огурчик, петчуп и все, да? Майонез есть? Майонез, наверное, нет. Наверное, нет, да? Наверное, нет. А зачем еще вот это? Ну, я не знаю, что они что-то говорят. Ну, они не делают. Ладно, давай. Давай сейчас честное мнение Наташи, которая проголодалась и уже решила. Все, давай, ты. Не, я не проголодалась, скажем так. Не, я не, ну, контента ради. Контент нет. Моя, ты молодец. У тебя даже не контента ради, а еще для себя тоже понять. Нет. Запах очень похож на наш, реально. Непоганый. И на меня булочку сразу. Ты знаешь, я не скажу, что... Мне кажется, чуть-чуть у нас насыщеннее вкус, а это какое-то немножко уже уходит в безвкусное. Это второе место. Вот наш, это не потому что это наш, там, наш пятка и грудь, а это какой-то он не имеет вкуса, реально. Грудь-то еще хуже. Грудь-то еще хуже. Грудь-то еще хуже. Грудь-то еще хуже. А слушай, а за счет чего нет насыщенности? Ну, не понимаю. Котлета перемороженная, как бы, что? За счет мяса. А? Мяса? За счет мяса, его не существует. Будто нет мяса, да? Будто нет мяса. Скажи еще раз. Вроде, ну, там есть, а их там нету. Интересно. Странно, да? Кто понял, о чем, да? Ставьте лайки, пишите комменты. Ну и вообще, приятно будет. Послушайте ваши комменты, пишите про ваши Макдональдсы в ваших странах и в странах, в которых вы путешествуете. Сразу расскажу, что в Канаде Макдональдс ужасный. Меня после него рвало. Давай? Не, не хочу сейчас. Что так противно? Не, не хочу. Вот это вот сейчас как-то у меня есть. Ну ладно, давай попробуй, что-то можно. Ты что, что меня изо рта? Не, ну ты его обкусишь. Ладно, народ. Ну все уже. Переводи на меня камеру. Извините. Так, ладно, давайте. Контента ради, вот такая вот котлетка. Огурцык чувствуется и кетчуп. Это радует, что чувствуется. Мне мясо чувствуется. Чувствуется? Похоже на нашу, кстати. Мне есть такое. Булка нормальная. А что же со мной тогда? Я безвкусно реально. Мне мясо чувствуется? Не, мне оно чувствуется просто. Слушай, может я зря гоню? Смотри, подожди. Ты обычно берешь двойное мясо. Может ты привыкла, что у тебя такое мясное? Ребята, сейчас я... Нет, нормальный. Знаешь, я перед выходом почистила зубы. Но я ж не так прямо почистила. Я тоже почистила, поэтому не хотела есть. Ну так ты чувствуешь, а я не чувствую. Вот. Не, слушайте, нормальный. Нормальный? Потому что я укусила, мне сразу такой огурчик, соленый, как и надо. И кетчуп такой вот в тему. Не кислый такой. Знаете, есть кислый, потому что живой. Вот, бачишь, никому не верь. Все, дальше сыр, булочку и мясо. Это путь в нашей котлетке. Это путь в нашей котлетке. Это путь в кушке не писать. Ну все. То есть, видите, как это... Никому не верь. Только себе. Верь только себе. Да, в принципе, это ваш вариант, брать или не брать. Но после того видео, то, что мы делали в Эмиратах, у меня после картошки реально болел животом. То, что мы делали? Болел животом. Я знаю, что после картошки. Я когда ем жареную картошку, особенно когда там такая пыльца есть, еще вот такая, чем-то я ниже посыпаю. Не просто жареная картошка, а чем-то еще посыпаю на это. Но реально болел живот. Ну, такое бывает, ежедневно. Давай, натолкай еще тебе. Переворачиваю тебе видео. Даем шанс еще. Шансик даем еще. Исправиться. Вау, огурчик пахнет, да, вкусно. Я как раз тебе его оставила. Не, знаете, неплохой, неплохой. Сейчас чувствую мясо, и оно даже не испортило мне такой вкус во рту. Я не чувствую. Как ты сказал, что-то как-то ко мне... Не, ну, я чувствую, что что-то есть. А что это мясо? Ну, я чувствую, что это мясо. писать их мясо сделано из недоработанного мяса народ неплохо знаете неплохо и знаю что по цене я я в киеве делаем по-моему я ела тоже чизбургер по-моему стоил 90 гривен нет уже такой я уже действовать где-то примерно короче не знаю 2 доллара свои киевцы что рисов коментах я перевела уже в доллары и может может странно как не сильно у него не дешевле если нам будет не лень я зайду на сайт украинский я не думаю что есть и посмотрю и скажу тебе и может быть и написать мне кажется нет все спасибо спасибо вам что были с нами за зима наташи за такое вот как раз такой контент вам сделали осмотров пить от мальчик мою мнению не неплохо мы когда кстати выходили даже не так я молок взяла на всякий случай я знала так что мое мнение неплохо наташина мнение мяса не чувствую когда болтина есть такой без без мяса брать там булка огурец кетчуп конечно стоит будет столько же все народ продолжаем гулять с вас лайки комент спасибо дошли с нами